Продолжаем рассказывать о МССР. Это первая республика на Днестре. Завтра исполняется 100 лет со дня ее образования. Для Приднестровья МССР – опыт первой государственности. В этот раз история из Каменки, как строили санаторий. Это было в 1935 году. На стройку шли целыми колхозами, а субботники проводили под марш и духового оркестра. Так восстанавливали санаторий в Каменке. В годы МССР, когда все развивалось, оказалось, что людям просто негде отдыхать. Вспомнили, что именно Каменка еще во времена Витгенштейна была известна как курорт. Сохранилось здание Кургауза. В 30-х в нем открыли дом для отдыхающих. А в 35-м решили – нужно открыть санаторий. В январе 1935 года руководство уже республики решило Каменке придать статус города с перспективой на оздоровление, культурный доступ и отдых здесь. И решили 1 мая открыть здравницу. Но, видимо, каким причинам не получилось. И только 21 июля 1935 года открылась первая здравница Молдавской автономной социалистической республики. Городом тогда Каменка не стала, но в 1938 году получила статус поселка городского типа. Так сейчас выглядит здание Кургауза – двухэтажное. А в 30-х пристроили еще один этаж, как это было на этой фотографии. Перед зданием стоял памятник Сталину. К открытию санатория готовили широко. Для местных это был настоящий праздник. Каменку украсили флагами и транспарантами. В день открытия люди колоннами от центра сюда к санаторию шли под марши духовых оркестров. Первый месяц было здорово на 175 человек. В то время были ванны лечебные, души, электропроцедуры, тепловые, лечебная физкультура, массаж, спортивные соревнования, воздух, климатотерапия. В санатории были лечебные комнаты и стадион. Кормили пять раз в день. Фрукты привозили из местных садов. А еще было очень много винограда. По Каменке водили экскурсии. Как-то в санатории Каменке отдыхала семья Григория Котовского, одного из создателей МССР. Приезжали его жена и дети. В 1940 вонг к Приднестровью присоединили Бессарабию. Так появилась советская Молдавия. Потом война, фашистская оккупация. После Великой Отечественной санаторий в Каменке снова восстановили. И снова здесь отдыхали всей республикой. Санаторий работает и сейчас. Тут многое изменилось. Новые здания, парк. А на отдых, как и раньше, мы продолжают ехать со всего Приднестровья и Молдовы. Уже из двух разных стран.